Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, чат я тоже буду почитывать Что у нас вообще народ делает? Дайте я посмотрю Где у нас кто? Кто у нас здесь? Шаннинг у нас ванну принимает Причем ванну луняша Да, кстати, я переделала вот здесь вот туалеты Потому что те классные туалеты с цветочками Короче, не работали Вот поэтому Да Ха-ха-ха Короче Веселуха Так Тут что происходит? Она стояла И что? Стопас А у это Убрать и помыть Поговорить Нет, давайте по пасу думаю Значит, Флёри у нас проснулась И я тут кое-что, короче, поправила В комнатах В частности, у Флёри Я вот Мне это самое В группе ВКонтакте Посоветовали такую классную штуку Ладно, всё, пауза Посоветовали классную штуку Вот так вот Эти самые пасхальные Ой, не пасхальные А семена Помните, у нас было Весной В общем, вот так вот Классно поставить на башенке Очень здорово Так, за эти стены Подниму до конца Потом, значит Что я тут ещё сделала Добавила вторую занавесочку Добавила светильников Котика-таки кто-то Упёр в ящик Так, здесь немножко Облачков, цветочки Цветильнички Дерево тут поставила Чтоб красивше было И Лорозовый кварц Да, кристаллов Это из скрытых Этих самых У неё с дополнениями У меня Симс С двумя С тремя дополнениями На работу Веселимся вместе И Жизнь в большом городе И два набора В поход И теперь вот ещё Вампиров мы собрали В прошлом этом самом Так Короче Что я рассказывала Это комната Флёри В принципе А, и ковёр я поменяла Тоже вот Не нашла я что-то в прошлый раз Этот ковёр В общем Флёри у нас теперь сидит довольно В комнате, ребят Я тоже кое-что переделала Птицы Птица Птица летит Ковёр Да В школе единорогов Ты будешь создавать Отдельную Твайлет Или нет Я не буду создавать Тут Твайлет Потому что Твайлет Живёт в Панивиле В Панивиле она живёт Всё, не живёт она В Контероте Давно Сделай рум-тур По своему дому Вот вам Рум-тур По замку Значит Тут я вот тоже Да Обвесила всякие стетки Что мы в прошлый раз Не успели Всякую мелочёвку Поставила на столы Значит А, вот Рыцарские доспехи Я эти нашла Всё, никак не могла найти Всё хотела Вот Да, нашла Есть они там По дефолту С обновлением Веселимся вместе По-моему идут Картина Это из скрытых режимов Режимов Так Рыбку завести надо Мишку посадила Кристаллов понаставила Вот Тут тоже Всякую ерунду понаставила Вроде так А, ну и тут Вот тоже Всякие кристаллички В общем, да Дорвалась моя душенька До кристаллов Дальше Ага Первый этаж Я доделала Короче, я долго думала Что сделать в этом крыле И в результате Я сделала им Фитнес-центр Ты играть будешь? Я просто не поняла Я буду У нас стрим по строительству По созданию Контерлота Играю я вот Как бы Чуть-чуть показываю Как они там Ну, как бы Короче, это именно Пока у нас создание мира идет Я думаю, что играть уже будет интересно Когда у нас уже будет Цельком населен город То есть не вот это Вот один пятачок А как бы Весь город Чтобы персонажи могли Друг к дружке приходить И это будет интереснее смотреться Чем мы будем В одном доме На пустыре играть В общем Ты будешь в 73 играть? Нет, не буду Запусти вампиры В вампиры Это как бы Добавилась локация С вампирами Но вампиры будут осенью Потому что вампиры Это осенняя тематика Я считаю Я не вижу Смысла Запускать его Сейчас, летом Я их планировала Изначально на осень Вот Короче Бассейн И тренажерка Ну, в общем Как бы Спортивного зала У нас в Контерлоте Отдельного не предвидится Поэтому я сделала Вот так Вот, кстати, рыбки такие Шанингом Дверху Рыбки Короче Это у нас тренажерка Дальше Комната Ну, очевидно Она будет комнатой Блю Блада В принципе Я ее делала Просто как комнату Гостевую такую С минимумом Этих самых Но Поскольку эта комната Будет теоретически Блю Блада Которую мы сейчас будем делать То я ему тут Аж два зеркала поставила Вот Я ему сделала Все-таки в коричневых Тонах А не в его Белоголубых Потому что у нас так Ползамка Белоголубая В общем Ну, тут так Как бы по-скромному Без особых Этих самых Изысков Игровая консоль Вот это Тоже эти самые Так, это я вам все показывала Я надеюсь Не надо показывать еще раз Весь замок Который я уже показывала Сто пятьсот раз Так, тут у нас ничего не поменялось Тут я вам все показала И библиотеку Доделала Ну, как Я ее Я считаю, что я ее доделала Сейчас я почитаю чат Может, у меня что-то еще посоветовать Потому что я еще не знаю Что еще можно придумывать В этой библиотеке Потому что всякие там Научные приборы Это я хочу в школе поставить А в библиотеке Я остановилась На читальных Читальных Столиках Тележках Книжных Шкафах Винтовые лестницы Типа наверх Лестницы, чтобы книжки доставать Здесь у нас полочка Со свитками Пам-парам-парам-парам Вот Не знаю Почтовых сов надо посадить Короче Тележка-тележка Всякий декор-декор Доска Доска На этой доске Мама даже что-то можно делать Мне кажется Нет Я не помню По-моему, она для профессии детектива Если я не ошибаюсь Так Ну, в общем, тут зеркально Лестница никуда не ведет Это идет как Как Статуэтки, по-моему Что-то такое Это мод Лестница, она не рабочая То есть она просто декоративная В общем, да И тут тоже Из скрытых предметов Всякая ерундистика Ну, короче, так Тоже два стража И телескоп Но он уже стоял И такой вот замок у нас получился Сейчас я почитаю чат Последнее, что я вам хочу показать Это Вход Вот, кстати Ворота из дополнения вампиры Такие суровые Но тем не менее Также тут поставила Пару фонтанчиков Еще больше кустиков Подсветку Вот И По бокам По периметру тоже Сделала такие вот Зоны отдыха Кстати, они классно смотрятся вечером Вот Тут так все красивше О, ага Короче, по периметру Тоже живу изгородь Заде я ничего не делала Лень была Ну, это то же самое Синхронно Короче, вот такой у нас Замок получается Вот вам Ночной вид замка Давайте я почитаю чат Может вы мне что-то Советуете И потом мы будем делать Последнего Пока что последнего Ну, я просто не знаю Кого еще делать В этой семье Блюблада Принца Вот Потому что он тоже Жил в замке Так Сделай фотофиниш Да, фотофиниш Мне уже посоветовали Я уже тоже записала Но это потом позже Так Кто вам нравится больше Nightmare Moon Или Daybreaker Даже не знаю Одинаково мне не нравится Так Это я сменила фокус На окно с чатом Поэтому музыку Вы не слышите Ты вампиров купила? Да, купила вампиров Осенью будут вампиры Да Круто выглядит Фитнес-центр Спасибо Я не видела Прошлое видео С последнего стрима Привет Тома Точка Закину сегодня Сотку Двоеточие Три удачного стрима Большое спасибо Пирожок Наш спонсор Прошлого стрима Ну, сотка тоже хорошо Большое спасибо Да Потихоньку собираем Так Там писали что-то Про задний Этот самый Сад Я, честно говоря Не думала По поводу Черного хода Да Но что-то как-то Решила Не делать черный ход Потому что Это Тогда надо делать И в изгороди Второй вход И как бы В общем Да Не знаю Я планирую Большой сад Сделать вот здесь Парк Тоже мне посоветовали Вот Поэтому Плюс Тут как бы Особо сад Не получится Тут Два квадрата Буквально То есть Не знаю Передай мне привет Так Ты запускал голосование Я только начали Я еще не запускала Фонтан Так Господи боже мой Тома Я живу в Смоленске Смотрю тебя С 50 тысяч подписчиков Можно я создам Плист на ютубе Про тебя Пожалуйста Ответь Спасибо большое Предлагали Еще шкаф В библиотеку Стражников Мы делать не будем Привет Тома У меня есть вопрос Ты будешь играть В Майнкрафт Удачного стрима Большое спасибо Алинка Да Под Новый год Может быть мы опять Запишем что-нибудь По Майнкрафту Потому что Ну у нас не получается Скорее всего Сейчас совместно Что-то записывать Я одна Когда играла в игру Portal Knights На стримах Это тот же Майнкрафт Ну как-то не оценили Я не знаю Я месяц стримила Никто не смотрел Никто не приходил А по мне Это тот же самый Майнкрафт Поэтому я вообще Как бы Шахматы Короче шахматы Еще больше шкафов Принца мы сделаем Двоюродным братом Злодеев я буду создавать Осенью в вапирском сеттинге Так Стражи мы делать не будем Я не хочу Чтоб у меня Сестры королевишные Крутили романы Со стражниками Так Nightmare Moon Осенью Искорку не буду Кафе-рестораны Будем делать После школы единорогов Сними вопрос-ответ Ну я не знаю Вопросы все время Одни и те же задают Какая версия Симса вам больше нравится Мне все Симсы нравятся Каждая новая На мой взгляд В чем-то хороша Поэтому я Как бы это самое Как ты думаешь Сия будет в отеле Или в акции Я думаю в акции А может быть Что-то еще придумают Санс от ученицы Принца сделаешь Они будут В соседнем Они будут Как бы просто Молодыми персонажами Ну Тут нету Тут нету связи Учитель-ученик Сделай ченчлинга Они теперь добрые Сколько могу Двоеточие Три Большое спасибо Мэри Это много Это в два раза больше Чем сегодня пирожок Поэтому большое спасибо Так Родители Твайлет Мы тоже Твайлет И Как его называют Господи Шайнинга Я тоже буду делать Мне тоже посоветовали Уже Вот Но Я их вот как раз таки Потом Мы Значит у нас Пять персонажей Здесь есть Шестого мы сделаем Принца Блю Блада И тут еще два места Останется Мы потом сделаем Родители Твайлет Но их переселим Потом в отдельный домик То есть мы просто Создадим их в этой семье Чтобы задать родственные Отношения с Шайнингом А потом я их выселю Но это не к спеху Поэтому как бы Этим можно заняться И после школы единорогов Так Народ хочет шахматы В библиотеку Кто я такая Чтобы Противоречить тому Что В библиотеку нужны шахматы Так Ой пардон Мимо Можно нам Увлечение и навыки Шахматы Давайте вот сюда В центр зала Шахматы поставим Какие у меня тут есть Покрасивше Ну допустим Вот такие классные шахматы Тут как раз место остается И пару стульев Так Сейчас шкафов еще поставлю Как бы да Я как бы просто Я вчера до двух ночи Это сидела Дела В библиотеку Я делала уже самую последнюю Реально вот В два ночи Я уже такая сижу Думаю Господи боже мой Что тут еще поставить Поэтому В принципе да Я могла что-то опустить Больше в шкафу Библиотеку Я честно говоря Я сначала думала Рядами поставить Но потом подумала Что это будет Как-то Ну чересчур Наверное То есть Если вот допустим Тут Ну так Некрасиво Вот если их Один к спине Вот так вот К другому ставить Это может быть Было бы Где тут В свободном месте Есть что показать Понаставила Можно было бы Конечно Ай Забыла что-то нажать Можно было бы Конечно Шкафы вот как-то Так поставить По середине зала Да Но Как-то Я думала Думала И решила Все-таки Поставить Вот несколько Шкафов По периметру А центр Ставить все-таки Более свободным Как-то Не хочу все-таки Нагомождать Прям шкафы Шкафы Сафроны Папу И ресторан Будем делать Потом После единорогов Очевидно Наверное Не знаю Посмотрим В каком порядке Там еще буду делать Ты сделала Библиотека Вот библиотека Так Ты будешь еще Играть в Панивиле Нет Я пока точно Не буду играть В Панивиле Потому что Там мы играли Достаточно много А у меня И Мейнхэттен В процессе В самом разгаре И этот Теперь еще Как бы Так уже Не канал А один Списим Сплошная Какой-то Игру Бэнди Энзо Инк Машин Я знаю Видела Но не играла Сама Слаймранчер Как бы Тоже стримила Достаточно Много Это смотрит Больше Поэтому Стримлю То, что Вам больше Интересно Сделай Магазин Пинки Пай Магазин Пинки Пай У нас был В Панивиле С пирожками У тебя Виндовс Да, у меня Виндовс Так Ченжлинг Не оценили Они туалеты Они не могли К ним подойти Когда цветы Увеличиваешь Они занимают Не одну клетку А две И они Не могли подойти Привет, Томма Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо К сожалению Скорее всего В ближайшее время Это мой последний донат Большое спасибо, Джейк Ты так не переживай Тебе же говорила Как бы Не в этом суть Как бы Ты там На дошираках Тоже не сидито Мы тоже Как-нибудь тут На даче Там лук Укроп Картошечка Переживем Большое спасибо За поддержку Как вы относитесь К хорророву? А, параллельно Не люблю Ну как Мы смотрим с Крисом То, что он любит Но я не люблю Поэтому мне как-то Все равно Они меня даже не пугают Последнее время Меня пугают только Японские хорроры Потому что они Реально мистические А там, где просто Кровь и Тебя Этим самым Не страшно Мунтенсер будем делать Создай сад Мы будем делать парк Рядом Правильно я поняла Что школа В замке принцесс Нет, школа будет у нас Господи На соседнем участке Вот тут я буду Школу делать Тут отдельное здание С спортивной площадкой Совсем А здесь у нас будет парк Та-та-та У тебя есть дети? Нет, детей? Нет А где глобус? Есть глобус Вот он глобус Раз и два Там второй такой стоит Надо будет все это строить Хочется свой контрлот Да, Матвей, строй А что находится на твоем сайте? На моем сайте находится Архив моих рисунков Артов Ням-ням-ням Комиксов Косплея Плюс мой Крафт-магазинчик Так Когда у тебя с Крисом День рождения? У меня 12 августа У Криса 23 августа Дискорды буду делать осенью 19 этого самого Августа будут играть В Legends of Equestria Короче Ты любишь любовное кино? Да, люблю Только не сильно мыльные Так Я в чат смотрю урывками Потому что он просто Перематывается все время Когда Да-да-да-да-да Дэной-ш-та Когда-да-ш-та Убежала Будет ли еще портал? Портал Найт Я не успеваю в него играть Все свое время Так, давайте Это самое Выйти в главный мир Так, я тут А, менял Значит Куправление городами Сохранить И перейти к управлению городами Я тут поставила столик шахматный Сделай бутик карусели Менеджер Рарити Было в Панивиле И Портал Найтс никто не смотрел. Никто не смотрел Портал Найтс, я бы снимала. Селестии и Луни мы не будем делать молодых людей. И детей мы тоже им делать не будем, сразу говорю. У меня почему-то у всех такой порыв. Если есть персонаж, то сразу ему надо мужа и ребенка, грубо говоря. Сразу же, моментально. Вот, нет. Мунденсер будет. Будет мунденсер, будет. Давайте сначала сделаем блюбот, наконец-таки. Так, вот он, господи, Ньюкрос мой. Вот, кстати, Forgotten Hello. Это вампирская локация. Но мы туда пока не пойдем. Мы пойдем в редактор персонажей и будем создавать принцип блюблада. Ааа, редактор семей, да. Сейчас я вам покажу, кстати. Я наряды... Сейчас я вам быстренько прощелкаю наряды, честно. Я просто сделала несколько нарядов сменных, чтобы они у меня не ложились спать вообще в чем-то левом. Да, то есть я особо не выбирала наряды, поэтому я вам сейчас пощелкаю. Но как бы не относитесь к этому, как вот прям вообще к вылизанному фитальному итогу. Просто вот варианты, чтобы вы себе представляли. Вот, кстати, вампирская платьица, очень красивая такая. Они там все такие викторианские наряды вот такого-такого плана. Короче, это все вампирская. Короче, кризис у нас будет классная, я думаю. Так, в общем, сели, сели, сели. Вот, мне очень нравится ночнушечка с единорога. Очень мило. Короче, еще раз говорю. Не пишите, что там что-то сильно не подходит, потому что я это сделала, лишь бы было что-то более-менее по цвету соответствующее. Потому что когда они мне начали ходить по дому, кто в чем гораст, я решила, что надо хотя бы 5 минут потратить, но хоть примерно что-то в их тоне сделать. Потому что, как бы, там вообще, мне особенно понравилось, что шайнинг у меня там спать ложился с крыльями с какими-то, поэтому, в общем, да, это наскорую руку особо не это самое. Не задумывалась, просто чисто, чтобы было. Так, верните, не шайнингом. Вот этот, кстати, мод мне тоже скинули в группе ВКонтакте на камзол. Классный камзол, но у него тут некоторый баг есть, но и в любом случае я его сделала парадным, а основные я ставила доспехи. Это парадное выходное у него. Спортивный в кепке его красно-белый, это ж классно. И маечка тут, кстати, пригодилась. Ночнушка. Вечериночный вот тоже, кстати, тот вариант, который мы с вами рассматривали. Купальник. Ну, у Флёри тут особо без изысков. Такое же. Ночнушка оставила ей эту, и платьице тоже мне мод скидывали. Короче, давайте теперь будем делать Блю Блада. В Малитл Пони от Геймлофта я буду играть, когда там будет обновление. Вселенная вампир, я знаю, что нет. Нет. Усели купальник классный. Ну, короче, да, я просто подобрала пока. Если мы дойдем именно до игрового режима, может быть, я посижу, выберу что-то лучшее. Пока я ставлю... Так, короче, мы будем сейчас делать Блю Блада, который будет двоюродным братом Селестии и Луны. Для этого мы сначала делаем взрослого женщину-персонажа и задаем ей родственные отношения, то, что она мать-сестер. Вот, вот вы видите, да? Мы ее делать не будем, это просто персонаж. Дальше мы делаем еще одного взрослого персонажа. Ну, допустим, мужчина. Хорошо, тоже делаем его взрослым. И делаем ему отношения, что вот с той, этой самой, это его сестра. То есть Селестия и Луна, это его племянница. И теперь делаем непосредственно Блю Блада. Скорее. Мужчина. Вот, и задаем ему отношения, что вот этот персонаж его отец. Соответственно, Селестия и Луна ему двоюродные сестры. Вот, это тетя у него, это отец двоюродные сестры. Окей. А теперь вот этих двух мы просто удаляем. Так, и вот этого дяденьку мы тоже просто удаляем. Все. А, это у нас будет принц Блю Блад. Так и оставим. И у него сохраняются родственные отношения, двоюродная сестра, ну и соседи по комнате. Да, как бы. Вот. Это я вам показала, как можно... Ну, собственно, это не я придумала, я просто вот рассказала вам, как мы будем делать. Давайте делать нашего принца Блю Блада... Да, красавчик мужчина. Так, что за Блю Блад? Блю Блад — это племянник Селистии. Вот, он мелькает достаточно периодически в сериях. И в серии там про Галла он мелькал, еще в парочке. Это такой... Как это? Нарцисс. Почему бы и нет? Мэри, большое спасибо, еще раз. Такой молодой человек-нарцисс. Вот. Он в костюме ходит, в галстуке бабочки. Вот. Я ему подбирала две прически. У него длинные блондинистые волосы, но это слишком с выбиратыми... Ну, тут не выбиратые виски. Тут, короче, что-то странное. Поэтому, я думаю, мы остановимся вот на этом варианте. Это очень похоже на него, я считаю. Вообще, по-моему, карусавчик мужчина. Вот. Сейчас лицо мы посмотрим. Так, можно лицо посмотреть на фигуру сначала? Сымай. О, да, он был толстым точно. Ладно, шучу, конечно. Мы его не будем делать толстым. Он у нас будет не накачанный. Не такой накачанный, как Шайнинг. И, ну, средний. Ладно, телосложение. Я даже не знаю. Он, как бы, у нас такой, знаете, молодой человек-принц. Поэтому, как бы, даже не знаю. Мне кажется, он должен быть более женственным. Оставь, как... Оставь так, блюглада. Так, и оставить голыша. Истинный принц. То есть, короче, сейчас мы ему черты посмотрим. В общем, и костюм, ну, даже не знаю. Ну, чуть-чуть тебя похудеет сделаем. Привет, Тома. Это мой первый донат, и поэтому маленький. Создай, пожалуйста, злодеев. Люблю твой канал. Не, три. Большое спасибо, Лама. Злодеев мы будем делать осенью. Потому что, еще раз говорю, я хочу их сделать на Хэллоуин. Вот. Ну, короче, у нас такой будет щупленький принц. Ну, он, конечно, был не щупленький. Вот. Но накачанным я его делать особо не хочу. Ладно, сойдет. Так, костюм. Вот, точно такое оставим. Пирожок. Еще у вас большое спасибо, пирожок. Кстати, да, вот по поводу вампирских костюмов. Сейчас мы ему вернем нормальный костюм. Они тут тоже классные такие. Вот это вампирский, вампирский, вампирский. Вообще, они тут такие реально готишные. Прочи, спасу нету. Очень милые. Ну, мы им оставим более классический костюм. Белый какой-нибудь. По-моему, здесь был белый вариант. Вот, праздничный белый. Вот, да, у него примерно такой был с галстуком бабочка. Правда, у него еще цветочек был в кармашке. Но, где не было у него кармашка, я не помню. Ну, что такое. Так, аксессуары. Аксессуары, я даже не знаю. Сейчас лицо я посмотрю. Ой, обувь я ему зря сняла, ну ладно. Можно ему... А часов у него и не видно-то. Ну, ладно, давайте ему перстень белый сделаем. Хотя нет, это перстень для женатых у нас. Давайте на этой руке ему белый перстень делаем. Хотя... Нет, давайте мы просто на среднем пальце перстень сделаем, чтобы точно было непонятно, что это не кольцо от супруга. Так, и ботинки. Сейчас я вернусь к его лицу. Сейчас я его просто одену уже. Тут просто без вариантов, поэтому я даже голосовать особо не вижу смысла. Кеды, сапоги, макосины, белый. Вот, вообще красавчик. Так, что с тобой делать? Во-первых, у него были голубые глаза. Ему нужен белый костюм. Да, вот белый костюм. Старлайт Глиммер будем на следующем стриме сделать. Еще не готова у меня к ней. Какой он был в серии? Он был в финале первого сезона и потом еще в нескольких. Голубой аксессуар нужен. Ну, да ладно. Белое кольцо сойдет из белого золота. Я не помню, у него голубых не было. Так, лицо, товарищ. Что с тобой делать? Что с тобой делать? Суровый мужественный подбородок. Нет, подбородок, кстати, нормальный. Вот щеки можно другие какие-нибудь. Какие у него тут были-то? Я не вижу. Суровый, скулистый молодой человек. Нет, ну он не такой вот очень, конечно, был. Ну, вот этот вариант неплохой. Такой, средненький. Так, сделали сопа уже. Так, вроде уже сделала. Можно еще, конечно, что-то тут убрать. Кому нужен бренд на белом коне, а Рарити нужен белый конь шедевральный, да? Так. Чуть поменьше. Ааа, нос. Нос вот. А уже ему, я думаю. Сейчас, короче, сделаем что-то с чем-то. Так. Я не могу все-таки. Вот это настолько зубаво. Ладно, средние губки. Он был очень довольным, молодым человеком. Так, глаза. Ну, более европейский, пожалуй. Голубые. Так, оставим. Ну, фрутинорм. Молодой человек такой. Очень. Очень такой. Он похож на лицо Сума Фея. Ну, да, да. Ну, он такой, знаете, был такой. Паративный. Волши слишком длинные. Ну, нету более короткого варианта, ребят. Нет. Я бы сделала ему до плеч, но... Как бы... У нас такой бесенный анимешный, короче. Так, еще предложение. Что еще с ним сделать? Вроде прикольнее. То чисто, когда у твоего принца пухлые губы, поэтому, что он любит делать селфи. Читала «Ходячий замок». Я смотрела мультик. Есть какие-нибудь скины? Скины на что? С Украины... Я не знаю, попробуйте через тот же Donation Alerts, ну, по ссылке. Я не уверена, можно ли... По идее, можно, но почему-то ни у кого, по-моему, не получалось. Теперь появился дворецкий. Ты любишь Гарри Поттера? Да, люблю. Ну, короче, вроде всех устраивает, да, я думаю. О, нет, мы рога оставим только принцессам, ребят. Он должен быть самодовольным придурком. Может, еще с тоном кожи поработать? Ну, тут тона кожи, как бы... Точно, красненький. Белый, вот. Или черный. Ну, не знаю, можно, конечно... Ну, тут более желтый. Как бы тут... Он был светлым, поэтому, на самом деле, без вариантов, я думаю. Самый светлый, вот. Потому что этот уже все-таки в желтизну, мне кажется, идет. Как-то быстро в этот раз с Симом разобрались. Еще не разобрались, дождите. Ему еще надо выбрать... Во-первых, привет, меня зовут... Блюблат его зовут. Так его зовут, Блюблат. Дайте-ка, сейчас я... Я, это, в гугл... В гугл выйду. А, секунду. Так. Гугл, скажи мне, как пишется принц Блюблат правильно? Млп... Блюблат. Так. Блюблат. Так и пишется. Принц. Я даже скопирую это слово. Блюблат. Блат. А, не, без е. Без е это я напридумала. Блюблат. Вот так. Принц. Блюблат принц. По-моему, ночью перед тем, как лечь спать, он расчесывает свои волосы, приговаривает. Моя прелесть, растите длиннее, утепуйте. Ну да. Натуральный блондин. Ну да, натуральный блондин. Если бы прическу покороче, то был бы басков. Тома, ты любишь Undertale? Я, как бы... Знаю, о чем это. Крис играл, но не это самое. Так, Блюблат я уже поправила. Скины, которые допы, я мастер объяснений. Моды, которые... Да, тут есть моды на других персонажах. Так. Ну, он у нас, я думаю, будет популярным человеком, я думаю. Я думаю, он будет у нас популярным. Хотя, можно ему, конечно, еще дурный нрав выбрать. Он был тем еще засранцем, извиняюсь за слово. Или... Нет, я думаю, все-таки он хотел быть популярным. Популярный мировой друг, главарь, хороший вампир, душа компании, популярный шутник. Тома, ты меня игноришь. Да ладно, я же не могу весь чат читать, ребят. Где Крис? Занят Крис. Короче, что ему сделать? Главарь как-то... Я же не знаю. Мировой друг. Ну, можно ему мировой друг. Он хочет завести много друзей. Голосование Тома. Пыжголосование. Разбиватель сердец. Тут такого нет, по-моему. Тут такого нет, по-моему. У дурного нрава есть враг народа и большой бедокур. Ну, это не про него, я думаю. Еще есть состояние. Сказочное богатство и барон. Ну, давайте, если вы хотите голосование. Так, ну, творчество явно не про него, спорт не про него, природа не про него, семья не про него. Местоположение, любовь, еда, знания. Ну, давайте выберем дурной нрав, популярность или состояние. Давайте сейчас вот я вам сделаю голосование, если вы так хотите что-то поголосовать. Сейчас я вам сделаю. Значит, первое... Тоже, ой, сейчас я вам скажу, что писать. Так. Лук в руки и в Средиземье на месту Леголоса с таким причесоном. Точно. Точно, он явно какой-то оттуда товарищ. Какой-то эльфа, блондин. Хотя была еще прическая Трандуила без челки. Там вот это реально такая за час назад блонтинистый длинный это самое. Короче, единичка, популярность, двоечка, состояние, троечка, дурной нрав. Выбираем жизненную цель Блюблада. Как вы думаете, что больше ему подходит? Быть популярным и иметь много друзей? Быть богатым, то есть, состояние? Или делать всем пакости, дурной нрав? Единичка, двоечка, троечка. Можете в чате писать. Сбор данных вроде идет. Так, второе голосование. То мы... Так, там спросили, играл ли Крис в Яндера-Симулятор. Нет, Крис смотрел, как играют в Яндера-Симулятор. Я тоже смотрела. То есть, мы знаем, что это такое. Вот, но мне как-то самой играть в это вообще не хочется, честно говоря. Какой сложный выбор. Смотрите, у нас вообще практически поровну. Давайте голосуйте. Пару мы не будем пока ему делать. Ох уж, я там каждому твари по паре. Вот. Я... У меня звука игры нету, потому что я не хочу закрывать окно с голосованием. Оно что-то глючит в последнее время. Быстро все летит. Ну и так, что мы имеем? 50, значит, 30%, 30%. Слушайте, очень поровну фактически. Что означает, что человек вообще ни о чем. Как я. Нельзя быть хорошим во всем подряд. Там какой-то вопрос пробежала, не успела. Что если в этом сейве с контрлотом построить панивиль, именно чтобы ты сама строила когда-то через очень много времени, а также все остальные города. Я не буду на одном сейве все это делать, потому что как бы за панивиль я уже играла, о, там 130 серий. Честно, я за них наигралась уже просто не могу. Если много-много персонажей делать и за них не играть, они будут умирать со временем, потому что они будут стареть. Поэтому нет, давайте не это самое, не складывать все в одну корзину. Короче, и у нас побеждает с небольшим отрывом дурной нрав. Внезапно 37%, популярность 32%, состояние 31%. Вот с маленьким перевесом победил дурной нрав. Ну ладно, давайте оставим дурной нрав. Вот так, вот так, все. Будешь ты у нас дурнушкой. Но я думаю, что враг народа, персонаж хочет завести врагов и стать известным криминальным авторитетом, как-то не очень. Персонаж обожает шутки и розыгрыши. Ну давайте еще раз проголосуем, враг народа или большой бедокур. Короче, враг народа, персонаж хочет завести врагов и стать известным криминальным авторитетом. Бедокур, этот персонаж обожает шутки и розыгрыши. Он любит над всеми издеваться, проще говоря. Давайте еще одну сделаем. Раз вы такую выбрали, значит... Единичка враг народа, двоечка бедокур. Возможно, Блеблак будет кричать на Селестию за то, что она не дает ему тортик. Селестия тыбака. Ну, в мультику он такой важный. Ну да, он такой пафосный, сам себе на уме. Тут нету, к сожалению, черты быть нарциссом и любить самого себя. Вот это про него было. Бедокур, враг народа. Ну, я бы выбрала бедокур, потому что враг народа как-то все-таки очень криминально звучит. Вот. Враг народа это, я не знаю, прикрезались, наверное, будет. Вот. Ну, короче, да, 75%. Бедокур. 73%. Ну, я думаю, ясно, короче, как бы. Все, оставляем его бедокуром. Так, стоп. Можете больше не писать, я остановила. В общем, давайте выберем ему злые шутки. Да, турной нрав он у нас будет. Давайте выберем ему черты. Так. Самоуверенный. Это явно про него. Так. Ха-ха-ха-ха. Сейчас ему чем-нибудь выберем. Задиру, я предлагаю. Ну, злой нету. Задира, да, он же у нас будет бедокуром. Или же Бока. Так. Стрима по Майнкрафту не будет. Я стримула Портал Найтс, вам не нравится. Портал Найтс это тот же Майнкрафт, на мой взгляд. Давайте мы выберем, короче, Задира. Ах, сука-фуз. А, и... Злюку. Злые персонажи радуются, если рядом с ними находятся персонажи с плохим настроением, могут сардонически хохотать, обсуждать коварные планы. Они сердятся при общении с добрыми персонажами. Чистюля, гурман, привереда. Ну, не ряха, это не про него. Привереда... А где тут привереда есть? Где-то была? А, вот, привереда, точно. Не переносит вид насекомых, очищающих желудок персонажей, жестокое поведение и смерть. Такие персонажи недовольны, когда находятся рядом с чем-нибудь грязным. Ну, да, в принципе, давайте. Ему нужен скептик, гурман. Ну, или скептик тоже хорош. Аж скептик у нас что делает? Персонажи могут критиковать недоброкачественные предметы, набираются уверенности в окружении других скептиков, и им интересны низкопробные телевизионные... Не, а, неинтересные. Давайте выберем, привереду или скептика. Потому что задиру я хочу оставить. А вот привереду или скептика, давайте выберем последнюю на эту часть голосования. Да я правильно написала? Привереда. Значит, единичка привереда, двоечка скептик, это последняя ему черта характера, и потом мы ему подберем голос и уйдем на перерыв, после чего займемся, наверное, персами из школы единорабов. Чистюлю я... Ну, не хочу ему частюлю делать. Он, знаете, он... Не то, что сам любит убираться, он просто не любит, когда грязно. То есть это разные вещи все-таки. Привереда скептик. Давайте голосуй тем. Ну, короче, большинство за привереду явно. Привереда! Ревнивый. Ну, не, ревнив он не был. Он... Он такой был. Короче, привереда явно. 87 процентов. Все, привереда ты у нас будешь. Вот, да, вот это на него похоже. Так, давайте выберем ему походку. Такую. Вот, высокомерная у него походка будет, я думаю, это про него. И голос. Так, что у нас тут? Это какой был? Нахальный. Звучный. Все, у тебя принцесса Бекмака. Умбала-та-флони. Малин Квимба. Эй, твэмп-палинга. Ту-кен-эк-сэф-фоэм. О, имбо-а-лаба. Вау, им надо спин-спин. О, лавой ма-биза. Пебени-сикапус. Небно-дранчалой. Умбала-та-флони. Доб-сэ-джаби. Оби. Ну ладно, давайте таким оставим. Я думаю, это не тот персонаж, на котором стоит сильно долго засиживаться. Высокий, но выше еще. Ха, алф-сабак. Антроп-калифоэй. Караш-апсуарс. Фебене-бабсани. Ну вот такой, средненький. Давайте ставим. Я сейчас пересматриваю твой денег РБК. Интересно узнавать больше о вашей жизни с полясткой. Спасибо. Оперный голос не. Учителя в школе леденаргов будет? Да, хочу сделать старт-серман. Эй, шулипра-зиг. Кампала-зиг. Ну, вроде все. У нас отношения есть, голос... Есть, молодой. Все, отлично, сойдет. Все, давайте сделаем... Сейчас я сохраню игру. Денег вообще нет. Задача, какая принюшка смешная. Давайте я сохраню игру. Так, сохранить. Все, давайте перерывчик на 5 минуток, после чего будем создавать новую семью единорогов. И всех сегодня успеем, сразу скажу, сделать. Вот, ну, потихонечку начнем. Значит, соответственно, перерывчик на 5 минуток. Далеко не расходитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Далеко не расходить. В общем, я проверю, чтобы не стоял далеко. Я буду, чтобы не стоял, чтобы не стоял. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...